Старый мир, он уходит в прошлое. Все ждут, что все будет абсолютно так же, как было раньше. Он уже не вернется, понимаете? И поэтому нужно привыкать к новому, к новому миру, к новым занятиям, к новым интересам. Какая здесь стратегия, может быть, удержаться, не делать резких движений? Почему не делать? Всегда идите смело, если у вас есть для этого шансы, на новое. Потому что сейчас как раз время перемен. Астрология — это и наука, и искусство. Она, безусловно, не только из цифры исходит, из положения планет, но она исходит и из искусства предсказания, поскольку тебе нужно вдохновение. Конечно, мы все разные, каждый индивидуален, безусловно. Но все равно людям одного знака часто присущи общие черты. И они являются таким, общим качеством, наверное, как национальность. Но вы шли наперекор звездным? Да, такое бывало тоже. Бывали ситуации, когда нельзя ехать, нельзя идти. Но ты идешь и едешь, потому что иначе нельзя. Что касается третьего брака, я ждала его. Я знала, что это будет компенсация любви, и это будут отношения те, которые я хотела. Чтобы действительно напиться этого чувства, нужно прожить любовь, нужно прожить счастье, отчаяние, прожить расставание, потери любви. Но с этим могут прийти дети. И душа твоя растет, развивается. А как же иначе? Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, если бы меня спросили, хочешь, мы тебе предскажем, что тебя ждет, например, с твоим каналом YouTube, как пойдет. Я бы сказала, нет, не хочу. Я хочу пройти этот путь, чтобы это не значило. Он для меня важен. Но согласитесь, иногда в какие-то моменты жизни нам хочется каких-то, знаете, космических подсказок. А вы? Вы ходите к астрологам, пользуетесь гороскопами или какими-то другими предсказаниями? Нет, я не пригласила в гости сегодня экстрасенса, но поговорить об этом всем условно волшебстве мне захотелось. Я спросила себя, а с кем? Для меня лично ответ был очевиден. Тамара Глоба. Тамара, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Хорошо, мне тоже приятно. Все-таки мы недалеко ушли от начала года. И нам казалось, что Новый год, ну, начало года принесет облегчение от потока плохих новостей. Но как-то этого не происходит. Вообще, какие у вас ожидания от предстоящего года? Ну, я должна сказать, что год этот один из трех, из тройки лет, которые сейчас прошли, это 19-е, 20-е, 21-е. Они находятся в одной связке. И эти годы, поэтому, конечно, каждый отдельный совершенно, но несут события, которые раскручиваются и продолжают свое действие. Я не ожидала от начала года ничего блистательного, потому что аспект очень тяжелый именно в январе и феврале. Особенно январь в этом плане тяжелый. Отголоски, которые еще коснутся этого периода, они будут в конце апреля, в начале мая и в конце мая, в июне, в первой половине, потом также конца июня это коснется. Ну и, безусловно, самый конец лета и начало осени, они тоже будут нелегкие. Также мы можем отнести к таким периодам вторую половину ноября и конец декабря. Вот это периоды непростые. Наступает время каких людей, с какими качествами, свойствами? Что в себе нужно культивировать? С умением меняться, умением общаться. Гибкость. Гибкость, которую ты проявляешь в период перемен. Потому что финансовые потоки, безусловно, будут резко меняться. И в этом году, и в следующем. В этом году это период зимы и конца весны. В следующем году это период как раз начала года. И тоже период середины и конца года. И на 23-й это перейдет. Но плюс ко всему финансовая система будет меняться обязательно. Будут меняться банки, финансовые структуры. Маленькие, наверное, какие-то финансовые структуры будут уходить в прошлое. Потому что уже та система, которая тоже была в последнее время, она уже не имеет шансов для существования. И за последующий период создастся, в общем-то, новая система финансовая, которая будет связана с электрическими единицами. И это даже не биткоин. Это буквально вот такой общемировой выход финансовый, когда будет общемировая финансовая система национальными валютами. Буквально это объединяющие электрические единицы. В них будет входить абсолютно все. То, что человек умеет, какие у него таланты. Будет входить туда имущество, пенсии, безусловно. Если зарплата, то и пенсии. И имущество, которое у вас есть. Это активы, которыми вы владеете. Это жилье, это недвижимость. Плюс ко всему в это будут входить ваши способности и таланты. Понимаете? Нет, не представляю, каким образом. Вот это и интересно. Потому что то, что сейчас начинается и развивается, как люди начинают развивать свои таланты, потом это будет для открытого мира способность передачи. Так же, как мы сейчас, например, в интернете, ведем уроки какие-то удаленные. Ведем общение, торгуем, передаем что-то друг другу. Какие-то возможности. Вот так же, но в еще более мощном варианте, электронном, это будет развиваться буквально с новыми средствами техническими. Способность передвигаться свободно. И мир, который начнет открывать границы, начиная с середины 20-х годов, когда вот сейчас, наоборот, ужесточится период пограничный. Но это перед выхлопом свободы такой повальной мировой. Наверное, вот эта попытка ковидных паспортов, которые делают в Европе и там, и в мире, это тоже попытка новой формы свободы. Но они будут другими. Безусловно, будет другое. Другие потребности, другие возможности. И объединенная система экономическая. Для России это год, когда очень многие люди найдут себе новую занятость, новую работу, новые интересы. Вот этим этот год очень хороший. И для людей во всем мире, для молодежи, это период как раз роста. Плюс ко всему, это хороший период, когда вот события, связанные с вирусом, с болезнью, с тем старым вирусом, они потихоньку будут отходить на второй план. Какая здесь стратегия может быть? Удержаться, не делать резких движений? Почему не делать? Всегда идите смело, если у вас есть для этого шансы, на новое. Потому что сейчас как раз время перемен, кардинальных перемен. Частвуете в этом? Безусловно, есть время в ожидании. Вот, например, зимний период, это был такой период в ожидании. Вот, и февральский еще такой. Но весенний период, это период действия. Вот, и вообще этот год во многом, для многих людей, это период действия с заделом на будущее. Нужно использовать этот шанс. Нужно использовать этот шанс. Недавно обсуждали там тему этикета общения, о чем нельзя говорить. И вот наш эксперт говорил, что нельзя говорить о деньгах. Ну, в таком small talk. Вот, первые встречные, ну, небольшой разговор, да, не близкие люди. Политика, религия, деньги, да, три темы. Я бы еще назвала бы, добавила туда, не надо спрашивать у незнакомых людей или малознакомых, кто бы по знаку гороскопа. А потом закатывать глаза к небу и говорить, а, рыба, а, ну, все понятно. Тогда все понятно. Знаете, наверное, в характере человека, конечно, мы все разные. Каждый индивидуален, безусловно. Но все равно людям одного знака часто присущи общие черты. И они являются таким общим качеством, наверное, как национальность. И есть, безусловно, да. Ну, львы, не рыбы, это точно. Да, есть, безусловно, совершенно верно. Разное качество знака. Вы можете их угадать, можете не угадать. Может быть, человек типичный по знаку, может быть, нетипичный. Но все равно в любом случае вы увидите, что эти тенденции как-то проявляются. Безусловно, я даже в этом не сомневаюсь и вижу в этом многом подтверждение. Я имею в виду, например, в гороскопе, например, по моему знаку Зодиака Лев, кстати, можно прочесть, что сегодня не лучший день для заключения или вообще каких-то серьезных переговоров. Но я же не отменю эти переговоры, ни за что не перекрою свой день. Вот видите, какие вы львы упертые. Это постоянные знаки. Я бы сказала, эти качества свойственны тельцам, потому что они живут по плану. Вот они запланировали, и хоть убить они будут двигаться этим планом. Они теряются, если вдруг план перестраивается. Свойственны, безусловно, водолеям и скорпионам. Вот, потому что это постоянные знаки. И их счастливые периоды наступают, когда есть время стабильности. Но зачастую в период перемен, индивидуально в вашей карте, вы увидите качества, которые помогут вам встроиться в изменяющиеся условия времени. И бывает так, что наоборот, несмотря на постоянный знак, Солнце в постоянном знаке, вы в период перемен можете возвыситься. Это будет период успеха. Это можно сказать, что это довольно универсальное правило для других знаков. Например, если ваша натура, ваш знак — это стабильность, то ваши шансы очень часто там, где зона развития, находятся как раз в противоположной какой-то стихии нестабильности. Или, например, в этом году у львов есть возможности успеха вместе с коллективом. С коллективом успешных, ярких, интересных, известных, знаменитых людей, понимаете, которые быстро перестраиваются, которые умеют увидеть новое. Вот буквально в команде работа может принести успех большой. Есть такие тенденции, например, как негативный день. Если вы в этот день планируете какие-то дела, они могут затянуться, они могут не дать результата, они могут сорваться, они могут приносить срывы, остановки, торможения планов. В дорогах могут быть трудности. Это так похоже на ретроградный Меркурий. Меня часто удивляет, почему люди привязываются именно к ретроградному Меркурию. Все планеты делают ретроградное движение, кроме Солнца, конечно, и Луны. Я знаю. Как-то сделали его пиар. Я думаю, что это чья-то перспективная болезнь, понимаете, в отношении Меркурия. Потому что даже некоторые люди, занимающие там высокие должности, меня просто убивают тем, что они не подписывают договоры до тех пор, пока Меркурий не пойдет директно. Но ведь это могут быть плохие для них периоды. Понимаете? Чем хорош ретроградный Меркурий? У многих ученых он как раз отмечен в гороскопе. И он хорош именно тем, что вы прорабатываете прошлые идеи. К вам возвращаются люди из прошлого. Вы как мужик крепкий задним умом, понимаете, продумываете вещи, которые уже когда-то задумали, они были. Вы шли вперед своими идеями, мыслью. Но здесь вы возвращаетесь к этому, проживаете этот опыт еще раз. Продумываете его, оцениваете. И поэтому это хорошо. Что же в этом плохого? Вполне возможно, вы возвращаетесь к тому, о чем вы пожалели, что вы не сделали. И теперь вы думаете, вот тогда я не сделал, а сейчас я сделаю. Потому что это действительно было правильно. Меня часто спрашивают, когда где-то на встречах, слушайте, наверное, тебе невозможно смотреть на окружающих людей, потому что у тебя все время... Вести недостатки. Да, вообще невозможно. Я говорю, знаете, я свободна от бесконечной оценки людей. А в вашей жизни предсказания играет какую роль? В виде неверни. Ну, это образ мышления, это поток, в котором я живу. И он для меня нормальный. Когда я вижу проявление каких-то событий, я думаю, ну, это вот это. Вот там. Или, наоборот, сегодня подчеркнуто внимание к одному или другому человеку, потому что Венера дает ему такие шансы, такие аспекты, что он выделен особо. И, как известно, конечно, в стиле Венера, в положении ее в гороскопе, играет очень важную роль. Потому что человек выбирает, например, если Венера в близнецах, он выбирает мальчишеский стиль. Вот такой... Как интересный. Да, совершенно верно. Это его вкус. Он стремится одеваться в предопортое, понимаете. Его вкусы приходящие, они с сегодняшнего дня, он старается... Конечно, ему нужна одежда, дорогая, блистательная, но в то же время она повседневная. То есть то, что модно сегодня. И недорого. То есть невозможность некоторых людей справиться, ну, как бы понять, что нравится, и быть актуальным. Да. Это в том числе... Да, это вкус. Это вкус, конечно, да. Потому что... Возьмите, например, Шанель. Да. Ее львиные качества с Венеры в деле, они были, безусловно, отмечены тем, что она именно предлагала вещи удобные, повседневные. Те, которые и блистают, и в то же время их можно носить, не думая о том, что на тебе корсет. Очень часто, когда я ученикам рассказываю, вот, наверное, нужно сделать какие-то семинары, да, по Венере, например. Я думаю, женщинам это будет очень интересно. Потому что часто именно вкус и выбор цвета, и выбор одежды, он определяется положением Венеры. С какого возраста, с какого времени вы почувствовали себе этот необыкновенный дар? Наверное, в жизнь приходили какие-то события уже с пяти лет, которые я считала нормальными. Например, видение каких-то вещей. Вот они были так неожиданно. События, в смысле? Да, событий, вот каких-то вещей. Ну, и потом уже в более сознательном возрасте, когда там читала книги, которые находила, да, и родителям даже смогла что-то и в прошлом посмотреть, чего я не знала. Вот, и уже на будущее определить. Что-то им объяснить? Открытием в их жизни. А со временем, безусловно, это все проверяется. Вот потому что это именно то, что связано с наукой, от факта к мировоззрению. Потому что астрология — это и наука искусства. Она, безусловно, не только из цифры исходит, из положения планет, но она исходит и из искусства предсказания, поскольку тебе нужно вдохновение. Здесь есть часть художественного вымысла, сопоставления фактов. Правда. Ну, когда вы начали этим интересоваться и почувствовали, вы говорите, с пятилетнего возраста, ведь это было советское время, представить себе, что можно заниматься этой сферой, и вообще, что это сфера, с которой будет связано будущее. Вам это тоже ваше видение подсказало, что нужно идти по этому пути? Уже, наверное, где-то в 11 лет я себе сказала, что чем бы я интересным хотела заниматься вечным, это было 11 лет, время возвращения Солнца, творческий поток для человека. Я себе сказала, что я бы хотела знать о судьбах людей, хотела бы знать звезды. Вот такой ответ был. Но в астрологии, наверное, еще мало кто знал, что это не просто о знаках, а что это глобальное явление. От чего ваши предсказания вас лично уберегли в вашей жизни? Есть какие-то примеры? Ну, от многих вещей, которые касались, например, поездок, путешествий, событий, которые связаны с потерями, с проблемами здоровья. Детей также предупреждала о проблемах, которые могут быть в их жизни. И потом оказывалось, что они... Безусловно, так же даже от отношений, которые могли быть ошибочными. Дети вам доверяли, потому что это сложно. Вы знаете почему? От серьезных отношений сложно отказаться даже, как на тебя говорят. Я не навязывала им никогда своего мнения, только когда они уже спрашивали. И у них возникали сомнения, не спрашивали. Как же вам хватало мудрости? Мне хватало мужества. Я бы так сказала, потому что бывали моменты, и, конечно, бывают и до сих пор, когда пытаешься остановить человека, но понимаешь, что ты, в общем, можешь испортить его состояние счастья, которое он сейчас переживает. Человек должен быть готов к своим ошибкам. Да. И только когда спрашивает, тогда говорю, что думаю. Даже если могу в конфликт попасть. Но вы шли наперекор звездам. И что из этого происходило? Да, такое бывало тоже. Бывали ситуации, когда нельзя ехать, нельзя идти. Но ты идешь и едешь, потому что иначе нельзя. Например, происходят какие-то события с твоими близкими людьми, и даже несмотря на то, что это опасные вещи, ты все равно делаешь шаг. Мы все попадаем в какие-то обстоятельства, независимо от того, что мы их видим. Знаете, отношения, например, с мужчинами, я всегда знала, как они закончатся. Как они разовьются, закончатся. С некоторыми мне становилось заранее скучно, потому что я уже проживала это все внутри себя. Мне было уже неинтересно. Как бы, наверное, большинство женщин, которые сейчас нас слушают, хотели бы этого же взгляда. Но вы знаете, в то же время с некоторыми людьми, зная, чем это кончится, я все равно ступала в эти отношения, потому что мне очень хотелось их прожить. Это нужно прожить. Нужно прожить любовь, нужно прожить счастье, отчаяние, прожить расставание, потери любви. Но с этим могут прийти дети. И душа твоя растет, развивается. А как же иначе? Ведь мы же живем для того, чтобы жизнь открывалась, душа развивалась. И сами мы становимся богаче, получая этот опыт. Да, это очень интересное размышление о том, что является смыслом каких-то отношений, какого-то выбора, в чем он состоит. Как правило, они ведь не бывают вечно. Не бывает вечно любовь на большом подъеме, к сожалению. Хотя хочется, чтобы всегда пить из этой чаши можно было. Но бывают события, которые переходят в другое качество. Тяжелее, конечно, когда любимый человек уходит, или ты увлекаешься кем-то, портишь то, что уже хорошо и прекрасно, и лучше не будет. И часто мы желаем от хорошего лучшего, но получаем худшее. Вы знаете, вот сегодня в наше время такое количество информации на тему отношений, психологов, коучей. Я уже не говорю действительно о большой армии астрологов. Однако же количество людей, которые несчастливы в отношениях, которые еще и одиноки в отношениях, или несчастливы, стало больше. Это что, какой-то общекосмический тренд? Безусловно, потому что время, когда подавлялось, подавлялось то, что касается личных отношений, близких отношений, любви и взаимоотношений. Это имеется в виду советское время? Это не только советское время, это то, что было раньше. Обратите внимание, как выходили замуж, там, наши бабушки, например, да, или те, кто жили раньше. По обязательству. Конечно. Это был договор, о какой любви шла речь, не о какой, безусловно. И некоторым везло, они находили общий язык, они подходили друг к другу. Но для некоторых это было счастье. Некоторым было все равно, потому что порог чувства у них был средний, и они могли с кем угодно жить, просто жить. Но для некоторых это было отчаяние и конец жизни, потому что действительно, люди, у которых порог любви очень сильный, и страсти, и желаний, он убивает их, если они не получают того, с кем они уже настроены на эти чувства. Понимаете? Как интересно, порог любви. Да. Он бывает низкий. Это темперамент? Кто-то никогда не переживает любви. Темперамент – это, наверное, все-таки другое. Тип темперамента, например, он часто определяется стихией. Это воздух, огонь, земля, вода. И мы часто видим, что несмотря на то, что человек может быть огненного знака, но его тип темперамента, он более земной, и поэтому он более сдержанный, более скромный в своих запросах. Но если у человека другой стихии, Солнце в другой стихии, набор планет дает более, например, активный тип темперамента, то он может быть более активный. И здесь как раз вот то, что мы говорим, сангвиник, холерик, это проявляется очень сильно, потому что, например, огненные знаки воздушные, они очень активны. Они активны во внешнем общении, во внешней жизни. Они понятны друг другу, они любят друг друга, потому что они видят реакцию, видят явные проявления, но им непонятны, например, земные знаки, потому что в основном они погружены в себя, они накапливают энергию, и у них в основном происходит такая интровертная жизнь, которая внутри кипит. И, значит, порог любви у них другой. Порог любви у всех разный, но это не тип темперамента. Пожалуй, здесь набор планет, которые даются Венерой, Марсом, Луной, безусловно, Солнцем. Пожалуй, Меркурий тоже играет большую роль, потому что многие считают, что неинтересен человек, с которым не о чем поговорить. Если он просто обладает какой-то физической привлекательностью, это ненадолго, потому что хочется и поговорить о чем-то, или чтобы у человека были какие-то интересы, чтобы он был интересен сам себе, соответственно, и другим. Все-таки с возрастом человек меняется, и твой порог любви, и тот запас любви, или порог любви, который тебе свойственен 25 лет, и тип отношений, и партнера, которого ты ищешь, и тип совместимости. Безусловно, потому что уже за 50 ты ценишь другие вещи. А поговорить-то все хотят уже за 50. Совершенно верно. В основном поговорить. Все хотят за 50, безусловно. Но некоторым идеальная пара, понимаете, которая может молчать вместе. Вот если люди могут вместе молчать и понимать друг друга, и им не нужно там лишних слов, буквально это уже на уровне внутренней магии отношения. И поэтому часто самое интересное, что у людей, как ни странно, раскрываются чувства в позднем возрасте. И такое тоже бывает. Внутренняя способность любить. Больше того, не только любить, а вообще быть собой. Потому что многие люди проживают какой-то период жизни, подстраиваясь под партнера, пытаясь быть таким, как хотят его видеть в обществе. Или как семья пытается его видеть. Или как записано в книжках, или как говорят коучи. Шесть правил для того, чтобы встретить кого-то. Абсолютно верно. Да, я наблюдала, как девушка одна, она все время говорила, я хочу, чтобы меня любили. Она говорила, хочу быть хорошей. Вот так. Это было ее главное правило. И она все время читала эти книги. Она пыталась быть удобной другим людям. в основном. Но поскольку это был овен, понимаете, ей, конечно, хотелось быть собой. И, безусловно, этот овен прорывался. Есть такое понятие гиперкомпенсации. Чем больше есть давление, тем больше потом выброс. Когда она вступила в отношения с молодым человеком, который подавлял ее личность, она заболела. Она не давала себе в этом отчет. Она вышла замуж, но она заболела. Потому что эта степень подавления подавляла ее личность. С вашими главными мужчинами в жизни какие типы отношений вы прошли? В первую очередь, меня привлекала душа человека. Безусловно, в мужчинах меня всегда привлекала способность быть превосходным в чем-то, что он делает. Что бы он ни делал, но то, что он умеет, то, что он знает, то, что он делает лучше других. Вот это вот совершенное качество или чистая душа, знание, ум, интеллигентность. Наверное, это были очень люди сильные, чувственные, чувствительные, добрые. Все-таки они отличались друг от друга. Они очень сильно отличались друг от друга. И, конечно, умные. Мой одноклассник, с которым мы выросли, мой первый муж, у него была какая-то чистая душа, и мы понимали друг друга без слов. Он был водолей. Была хорошая физическая близость, безусловно. Мы имели общие взгляды практически на все. у нас были общие музыкальные вкусы. Мы больше того, даже в одном ансамбле были. Он был соло-гитарой, я была солисткой, пела. Другие отношения были интересны тем, что все равно это были чувствительные мужчины. Понимаете, они были добрые, и в то же время это были сильные люди. Но второй брак с Павлом это был интерес. Безусловно, это было сильное увлечение ментальное. И мы были настолько интересны друг другу. Мы буквально, знаете, наверное, как две планеты, которые вращаются вокруг друг друга, не зная сна и отдыха, даже несмотря на детей. Конечно, я занималась детьми, безусловно, домом, семьей, и всем, что нужно было в науке и делах. Но мы зачастую даже не высыпались и не спали, потому что нам было интересно. Мы постоянно выстраивали новое, обсуждали, придумывали, читали, говорили. То есть, вот все, что было связано с астрологией, мы построили вот в том виде, в каком она сейчас есть для нас. Безусловно, и поток дальнейших открытий тоже, потому что это наука жизни, она не стоит на месте. Ну, а что касается третьего брака, я ждала его, я знала, что это будет компенсация любви и это будут отношения те, которые я хотела, чтобы действительно напиться этого чувства. Конечно, вам и раньше не было недостатка. Не было. Но вот именно так, понимаете, с водолеями в чем проблема с первым мужем? Да, хотела спросить как раз, в чем же, если было столько близости душевной, всяческой. К ним. Вот ты выдаешь огромный поток чувств. Наверное, в чем проблема была моя в тот период, слишком много любви. А вы какой знак? Я рыба. Вот, и поэтому, когда ты топишь человека в этих чувствах, вот, то он уже просто захлебывается. Водолеи не выносят как такой близости, мне кажется. им кажется, что их душат, ограничивают их свободу, и они пытаются вырваться из этого. Вот, поэтому было так, я к нему, он от меня, я от него, он ко мне. Это надоедает, сгадание. И ты от этого устаешь, вот, потому что что-то исчерпывается. Это не значит, что я этого человека не люблю того, каким он был. Вот, я отношусь к нему до сих пор по-доброму, но отношения исчерпались. А со вторым рак? Так. Очень много было понимания, вот, но были, конечно, черты неприемлемые мною, потому что я выросла среди сильных ответственных мужчин, которые никогда не проявляли эмоции. Вот, это было для меня привычным качеством, они всегда за все отвечали, брали на себя ответственность. Здесь, пожалуй, больше ответственности было на мне. В том числе семейный такой, да? практически во многих вещах. Додовой. Вот, поэтому тоже устаешь от этого со временем, чувствуешь себя таким матерью клана, которая и физически, и духовно, и ментально во всех смыслах она, как бы, берет на себя ответственность за всех. тоже со временем от этого устаешь. Потому что, когда вдруг происходят перемены, и, в общем-то, человек, которого ты нянчил, от тебя уходит, потому что пришла слава, даже не уходит, а просто начинает по сторонам смотреть. вот это во-первых, вызывает чувство несправедливости для начала, правильно, а потом уже ты понимаешь, что и ты, в общем-то, свободен, потому что я ждала, действительно, вот этого третьего брака, я его видела задолго, и я буквально даже знала, когда, в какое время, в какой час это произойдет, встреча, понимаете. и вы сразу узнали? Нет. Самое интересное, что я знала, что я его не узнаю. Боже мой! Вот что поразительно. Но, когда этот час пришел, я была очень сильно разочарована, несмотря на то, что я знала, что я его не узнаю. Я думала, что, думаю, вот ничего не произошло. А оно произошло, и через несколько дней я это поняла. Вы это почувствовали, или вы это увидели? И то, и другое. То есть, все сразу. Нам, смертным, не понятно. Потому что, знаете, например, измены мужа, особенно, второго, я их видела буквально как в кино. Видела, что у меня начиналась тряска, предчувствия внутри. И, соответственно, мне было трудно это удержать. И, буквально, так сказать, я встретила его на пороге и говорю, было так, ты поехал на вокзал, ты встретил человека, самое возмутительное, что ты сделал как со мной, ты поступил точно так же, как со мной. То есть, поэтому, наверное, многие мужчины боятся этих отношений, потому что ты смотришь в душу. Ты смотришь сквозь, так получается. Ты смотришь сквозь. Если бы меня спросили, хочу я узнать свое будущее, я бы, наверное, сказала нет, потому что это лишает меня восприятия всего происходящего собою, собою, потому что, конечно, на меня это не может не влиять, это знание, но вот нынешние ваши отношения, получается, что вы знаете, чем они закончатся, и что с ними будет? Да, но я уже отношусь к этому по-другому. Вы знаете, может быть, это прозвучит смешно, но я не призываю молодежь к тому, чтобы не прожить личные отношения. Обязательно нужно прожить и брак, и любовь, и вырастить детей, и пытаться сохранить брак, потому что это очень важно, это дорого. Больше того, это бесценно, когда вы можете пойти навстречу друг другу. но я чувствую себя прекрасно в своем возрасте. Во многих вещах может быть даже лучше, чем в молодости. Я объясню, почему, потому что многие страсти перегорели. И несмотря на то, что внутри, конечно, и кипит огонь, и бушует часто, но многое ты уже отдаешь делу, которое ты любишь, и детям своим, несмотря на то, что они взрослые люди, вот, есть время на вещи, которые меня радуют. Это природа, это мир, это интерес, это знание, это искусство, это увлечение, которое у меня есть. А в молодости часто, я влюбляюсь вот так сильно, я теряла абсолютно ощущение реальности. Понимаете, я теряла ощущение жизни, вкуса к жизни, это ужасно. Получается, что женщина через любовь к мужчине учится в любви к жизни и к миру. Совершенно верно. Любовь многолика. Когда ты вступаешь в отношения с прекрасным мужчиной, ну, я имею в виду, там, не молодой какой-то Аполлон, да, вот, а человек, который тебе нравится в тех качествах, которые он накопил по жизни, ты восхищаешься этим человеком. Безусловно, он стоит того. Но ты понимаешь, что это не вечно. И поэтому это уже другое качество любви. Я считаю, что в каждом есть свое время хорошее. Молодые могут сейчас посмотреть на это так, ну, понятно, дескать, вот люди в возрасте, они думают так. На самом деле, это неправда. Потому что в молодости у тебя один поток чувств. В среднем возрасте другой. А когда ты уже постарше, он абсолютно новый. Можно ли реально что-то значительно изменить в линии жизни, в неких предсказаниях? Безусловно. Насколько можно на это влиять? Потому что очень много свободы сейчас у людей. Безусловно, очень много свободы. Это период, когда пришла эпоха Водолея, и в первую очередь роль женщины стала очень большой, потому что это мужская эпоха и в мужскую эпоху в основном правят женщины. Как интересно. Тысячелетие, которое началось на двойку, оно определяет роль матери, роль женщины в первую очередь как главную. Потому что вот нулевое тысячелетие, оно было поисками, поисками Бога. когда и та, и другая сторона, и мужчина, и женщина играли роль тоже взаимную. Потом началось тысячелетие с единицы. И здесь отец, первый принц, мужчина, играл главную роль. Он действительно был главным во всем. На него опиралось все. Обратите внимание, что даже вот совсем недавно еще, в позапрошлом веке, в прошлом, женщины в той же Англии, они, когда умирал отец или муж, они могли оказаться просто на улице, на панели. У них не было ничего. Они не имели никакого имущества и прав. И поэтому они боролись за свои права. А сейчас эпоха, начинающаяся с двойки, это эпоха матери, женщины. И действительно, очень часто мы раньше говорили безотцовщина, теперь мы говорим неполная семья. очень многие женщины воспитывают детей нормально, самостоятельно, конечно, в поиске пара, но дети нужны, нужно потомство. И женщины, безусловно, будут являться и правителями, и основательницами рода, и хранительницами очага, и теми, кто возглавляет государство. И многие общественные деятели тоже будут женщинами наравне с мужчинами. Поэтому сейчас, в общем-то, женская эпоха. Она действительно роль женщин на уровне человека-человек, то есть, так сказать, равенство, свобода, равенство, братство, это то, что в эту эпоху является главным. На самом деле наша эпоха, в которой мы проживаем сейчас, это эпоха знаний прежде всего. Не столько мудрости, не передачи мудрости. Я бы сказала, эпоха сознания. Сознания. И поэтому, конечно, мудрости не хватает. Мне кажется, еще поэтому у людей такой запрос на коучей, на вот это обучение. Потому что знание, оно не дает возможности совершать какой-то выбор. Источники мудрости, вот для вас, например. Для меня, ну, наверное, может быть, мне во многом повезло, потому что с детства я очень хорошо понимала и чувствовала людей. И, как рассказывает старшая сестра, хотя я этого эпизода не помню, но она говорит, что была очень деликатная с самого раннего детства. Потому что, когда она встретила меня из садика и шла со своим молодым человеком вместе, они начали ругаться, я отошла в сторону, поглядывая на них, чтобы не участвовать в этом скандале. и она вот тогда удивилась этому. Но, наверное, всегда я понимала взаимоотношения людей, где нужно нажать, где нужно отступить, где вот это может быть внутреннее рыбье. Понимаете, когда ты чувствуешь, понимаешь людей, интуитивность, понимаешь, но не лезешь, потому что ты понимаешь, что каждый человек имеет право на собственный выбор свободы. И этому я тоже с годами начала учиться, потому что по молодости, наверное, как максималист я больше резко проявляла свое мнение, даже предсказания. Вы знаете, я говорила долгие периоды. Так вот, как есть. Да, как есть. И некоторые люди впадали в состояние шока, потому что это касалось их брака или вопросов здоровья, или проблем здоровья родителей. вот так вот. Может быть, есть какие-то случаи, которые вас... которые не готовы это услышать. То есть все индивидуально. И с годами я поняла, что так нельзя. А как непросто вот в нашем мире, вот мы говорим эпоха женщин, как это сейчас непросто дается вот даже поколению нашему, которое одной ногой, что называется, там, одной ногой там или здесь, совместить в себе вот эти две части воспитанные, мы воспитаны все равно в категории классическое представление о женщинах, о роли женщин. И мы учимся быть сильными, янскими, не только инскими женщинами, а янскими. И внутренний конфликт, конечно, возникает. Да, потому что мы знали еще то воспитание. Понимаете, больше того, я, например, знала очень много людей из царской России, которые рассказывали о прошлом и своим примером помогали мне понимать жизнь, двигаться вперед. Я знала очень много историй от этих людей. Вот я видела, как они ведут себя. То есть это очень хорошая наука, школа, опыт. И прожив уже, в общем-то, немало довольно, ты понимаешь, что ты тоже носитель какого-то того периода и будущего. Вот находясь между прошлым и будущим, ты видишь это будущее, видишь вот этот свежий поток. И я думаю, мы счастливейшие еще и потому, что мы, имея то прошлое, захватываем и будущее. Старый мир, он уходит в прошлое. Все ждут, что все будет абсолютно так же, как было раньше. Уже никогда. Вот так же, как ушел в Союз, он никогда не вернется. Вот точно так же, ушел период, который мы прожили за последние 20 лет. Он уже не вернется, понимаете. И поэтому нужно привыкать к новому, к новому миру, к новым занятиям, к новым интересам. У многих людей есть таланты, которые они не реализовывали и не спешат реализовывать. И, может быть, больше надеяться на себя, на свои таланты, поискать в себе возможности интересов и информативно развиваться, потому что это очень хороший шаг для будущего. В первую очередь, то, что в прошлом и в этом году началось, как возможности развития интеллектуальной, информационной, это даст развитие и в последующие годы. Особенно мощный скачок будет в период через 4 года, 3-4 года. И это как раз возможность занятости. То, что пройдет как подготовка, начало открытия вот этого периода, в последующий период даст очень хорошие возможности для работы, для поездок, для буквально того, чтобы реализовать свои таланты, интеллектуальные способности и то, что человек может предложить другим людям. Но все-таки и это даст дополнительную силу людям, которые будут жить и двигаться дальше. Как оказаться в том потоке, где есть эта сила? Во-первых, нужно быть осторожным, конечно, безусловно. Вот нужно быть осторожным и в плохие периоды не нарываться на эти болезни и на толпы людей. По возможности, если ты это можешь. Вот. Максимально себе обеспечить гигиеной, потому что, обратите внимание, в Союзе нас учили даже мыть руки. Вот. Вот заставляли, мы входили в класс и показывали, чистые руки у нас или грязные. Физическая безопасность, ментальное развитие, широкая возможность для развития. И чем больше усилий ты прикладываешь именно для этого саморазвития, во всех смыслах, безусловно, важна и материальная сторона. и мы же не можем жить в физическом теле не питаясь, правильно, не получая какие-то удовольствия от жизни и блага, потому что нация, которая лишена культуры и людей, искусства, да, она вообще просто не имеет существования своего и будущего не имеет. Это тоже наслаждение, это тоже передача света. многих людей вообще просто по жизни поддерживает только культура. Ну, а если говорить вообще о женщине, как о матери передающей, да, не только о матери, но и о сущности второй, которая бережет, которая сохраняет. Больше того, я бы даже иногда мне казалось, что Бог — это женщина, потому что она родила мужчину, и все мужчины рождены женщиной. вот, поэтому они нуждаются в этом тепле и в этой защите, во внимании, ну, и в добре. И очень хорошие слова, например, сказал основатель Пакистана о том, что есть две силы в этом мире, это меч и перо. Они всегда противоборствуют, но есть и третья сила, которая сильнее их обоих. Это женщина. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok